Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Сегодня я продолжаю покупать активы равными долями на равных промежутках времени. Равные доли – это постоянные 10 тысяч рублей, а равные временные промежутки – это недели. Прочитайте текст на экране, здесь написано подробнее о данном инвестировании, а в ролике мы с вами сэкономим время, как всегда. Начинаем. Сейчас вот вы видите в этом приложении результаты моих предыдущих покупок. Я для вас медленно все пролистаю, вы сможете все увидеть. Ну, собственно говоря, все видно. Потом покажу и общую наглядную таблицу. Сейчас вот вы видите, что по этому инвестированию общий результат почти 19% прироста. Это то, что мелкими цифрами зелеными написано вверху. Как вы уже знаете, активы, покупаемые в рамках этого видео, так называемого оранжевого инвестирования, это по цвету обложки, у меня соревнуются с активами, которые я покупаю в инвест-клубе. Суть соревнования у вас сейчас написана на экране. Считайте, вникайте. Сравнивать есть смысл только по конечным суммам. На доходность в процентах обращать внимание смысла нет. Она будет разной из-за различных дат начала инвестирования по этим двум счетам. На скриншотах видна ситуация на вечер понедельника. В оранжевом инвестировании под давлением находятся китайцы и по российским активам прошла уже довольно заметная распродажа. А в инвест-клубе российских активов нет совсем. Там иностранные акции, преимущественно заточенные на формирование дивидендного потока. Долларовый дивпоток точно не помешает, если масштабная коррекция начнется и на глобальном рынке, особенно у американцев. В общем, в инвест-клубе у меня покупки иностранных активов на СП-бирже и периодически я там дополнительно публикую важные и интересные посты по инвестированию и по эмитентам. В инвест-клуб можно попасть через основной бесплатный телеграм-канал и там я тоже делаю посты, которые не вписываются в формат Ютуба. Но на бесплатный основной телеграм-канал подписывайтесь уже осторожно, только по моей ссылке, чтобы не нарваться на мошенников и на созвучные каналы. Ссылка на бесплатный телеграм-канал, как всегда, внизу в описании к видео. Так, продолжаю. Смотрим, что произошло за неделю и каковы текущие тенденции на ключевых рынках. Давайте открою американские акции, фонд американских акций. Традиционно я открываю СБСП. Вот он сейчас по центру, вы его видите. Это СНП-500, фонд от СБЕРа. Здесь прирост 32% у меня есть. Так, ну вот, смотрим. Американцы пока не хотят заметно корректироваться. Индекс СНП-500 растет. А на нашем графике рублевой цены пая этого фонда даже заметен сильный рост. Основная причина такой динамики – резкий рост курса доллара. У американцев сейчас общая ситуация совершенно неплохая, особенно радует успехи в сфере занятости. Однако, многих продолжает беспокоить высокой инфляцией. Но при этом ФРС США явно планирует действовать не торопясь и не форсируя смягчение денежно-кредитной политики. К тому же сейчас, судя по всему, многие покупатели активов настроены на развитие в годнем ралли на фондовом рынке. Далее, давайте посмотрим китайцев в этом инвестировании. Китайский фонд по центру. Здесь у меня минус, почти 8% минуса. Открываем график, смотрим его. Ну, что тут сказать. Статистика по Китаю продолжает выходить разная, преимущественно в негативном ключе. Китайский регулятор напомнил всем о своей силе очередными штрафами по теме нарушений компаниями некоторыми антимонопольного законодательства. Думаю, что позитив от переговоров Байдена и Си Цзиньпиня сейчас еще действует. Появилась, во всяком случае, вероятность отсутствия в будущем открытых и мощных торговых войн. Это действительно неплохо, но пока остается ряд уже накопленных проблем внутри китайской экономики. Долговые проблемы вот точно пока никуда не ушли. Но китайские власти заявили, что все же не допустят каких-либо экстремальных событий в экономике. Такие общие слова китайского руководства даже немного поддержали китайские фондовые индексы. Далее давайте посмотрим российские акции. Это будет фонд СБМХ. Вот он по центру это индекс Мосбиржи от СБИРа. Здесь 56% прироста. Раньше почти до 70, по-моему, доходил по памяти. Так, ну что, у нас здесь прям хорошая такая распродажа наметилась. Основной причиной вполне можно считать динамику нефтяных цен. Дополнительно нагнетается геополитическая тема вокруг Украины. По нефти стало известно, что США продолжают договариваться с некоторыми ключевыми странами о продаже нефтяных запасов с целью повлиять на текущие нефтяные цены, снизить их, и нефтяные цены реагируют заранее. При этом ОПЕК-плюс продолжает занимать жесткую позицию и не торопится наращивать добычу нефти в угоду американцам. И вот интересно, получится ли у США снизить цену на нефть реально надолго. Ведь надо понимать, что любые запасы конечны, и многое будет зависеть от реального спроса на нефть. Кроме того, дополнительно на нефтяные цены сейчас давят ковидные ситуации, особенно в Европе. Там вводят новые санитарные ограничения. Так, давайте продолжим. Давайте о портфеле конкретнее. Перейдем к структуре инвестпортфеля. Вы видите сейчас ее на экране. Ну а в данной таблице полная информация по текущим активам в этом инвестировании. Первая цветовая область сверху – это класс активов акций. Вторая область, выделенная цветом – это облигации. Золота нет. Далее выделен кэш, состоящий из рублей из долларов, оставшихся от прошлого приобретения активов. А сейчас я дополнительно вывел на экран более укрупненную диаграмму с объединением некоторых похожих фондов. Так, на мой взгляд, общая структура портфеля становится понятнее. Ну а теперь несколько слов о доходности данного инвестирования. Это можно увидеть вот здесь, вот в портфельной аналитике. Нажимаем на портфельную аналитику. Далее вылезает вкладка «Портфель». Зелеными цифрами здесь написан доход по этому инвестированию. Соответственно, нужно 105 тысяч прибавить тысячу от дивидендов, и получится общий доход по этому моему инвестированию. Это прирост за все время инвестирования. Номер выпуска в названии видео – это номер недели. Не пропущено ни одной недели. Так, теперь, наверное, уже пора начинать покупки. Вначале нужно перевести деньги. Ну, этим сейчас и займусь, да? Нажимаю кнопку «Пополнить», и в самом начале, в первую очередь, перевожу доллары. Мне понадобится 67 долларов. 67 долларов набрал, столько же и перевел. Так, теперь далее. Ну, вот вы видели, что перевелось. Теперь рубли. Общая сумма должна быть 10 тысяч, поэтому учитывая эти 67 долларов, по примерно текущему курсу на вечер понедельника, и дополнительно перевожу с карты на брокерский счет, еще 5 тысяч рублей. Ну, это опять кнопка «Пополнить», набор 5 тысяч рублей. Тут главное не ошибиться. И ошибки уже были. Нажал «Пополнить» и все перевел. Далее. Можно начинать покупки. Но перед началом покупок акцентирую ваше внимание на том, что обещаю сделать обзор по новому фенексовскому фонду на недвижимость. Сделаю я этот обзор в Телеграме. Если не успею в ближайшие дни, то выходные будут вот совсем точно. Вот теперь покупаю. Куплю фонд акций развивающихся рынков VTBE. Вот он уже по центру у меня. Здесь, кстати, совсем небольшой прирост, около 2% остался. Ну, давайте открою график. Такой довольно-таки депрессивный график получается. Фонд очень интересен мне для диверсификации. Это БПИФ, биржевой поевой инвестиционной фонд. Он позволяет существенно диверсифицировать инвестиционный портфель акциями компаний развивающихся стран. В него входят ценные бумаги таких стран, как Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея, Тайвань и другие. Если вы не квалифицированный инвестор, то акции вот этих вот стран, отдельные акции, вы нигде купить не сможете. И уж тем более не сможете это сделать на московской бирже. Кстати, вот в этом видео про данный БПИФ я рассказал более подробно. И не только про него. Смотрите, там полезной информации хватает. Ну, а здесь я давайте сэкономлю время. Так, вернусь к фонду вот этому, к нашему, к VTBE. И появляются аналоги этого фонда, но я пока отдаю предпочтение именно ему. Дивиденды у VTBE, конечно же, есть, но они не выплачиваются, а реинвестируются внутри фонда. Это нормально. На Тинькове купить паи фонда VTBE можно только в долларах. Если ваш брокер позволяет покупать этот актив в рублях, то, пожалуйста, тут разницы нет никакой. В общем, фонд акций развивающихся рынков явно мне интересен в портфеле для более полной диверсификации по классам активов и валютам. Поэтому, собственно говоря, я его и покупаю. Покупаю я здесь 20 паев, соответственно, набрал 20, купил 20 и двигаюсь дальше. Ну, а на популярнейший вопрос, зачем покупать фонды, если они не платят дивиденды, я ответил вот в этом видео. Там рассказано, как из таких фондов создается дивидендный поток и показано, что дивидендную зарплату в этом случае тоже можно сформировать и спокойно жить на нее в будущем. Смотрите там с примерами и конкретики по данному вопросу. Продолжаю покупать акции биотехнологических и фармацевтических компаний. Тиньковский фонд Биотеха, тикер T-Bio. Давайте я его сразу открываю. Пай этого фонда пока не показывает устойчивого роста. Это хорошо, можно прикупить. Отрасль Биотеха вполне перспективна. Население планеты стареет, не молодеет. Продукция и услуги этих компаний всегда будут востребованы. Это вечная тема. В этом вот сомнений нет никаких. Но сектор рискованный и держать большой процент в портфеле по нему не стоит. Надо следить за балансами и рисками. Поэтому постарайтесь покупать пай этого фонда без лишнего фанатизма. В общем здесь я хочу купить, как и планировал, 200 штук. Поэтому набираю в количестве 2 лота, потому что в каждом лоте по 100 штук. Собственно говоря, все уже купил. Ну а теперь есть возможность напомнить, что у меня баланс, те самые риски и диверсификация контролируются. Я за этим хорошо слежу. Если вы не понимаете, что такое сбалансированный риск и правильное распределение активов, то читайте правильную нужную литературу. А вот эта вот обложка к видео как раз о важных книгах. Советую к прочтению. Также вам советую к просмотру плейлист для новичков. Там хорошая подборка нужных для вас видео. Продолжаю покупать. Сейчас будет куплен фонд TCBR. Ну это вот Cyber Security по центру у меня уже. Давайте я его уже открою. Он прекрасно скорректировался. Это Тиньковский фонд. Внутри акции по теме кибербезопасность. В основном активы из Соединенных Штатов Америки. Это будет всего лишь вторая покупка поев данного фонда. Он появился совсем недавно. На графике это, собственно говоря, видно. Дивиденды реинвестируются внутрь фонда. Расходы фонда на управление 0,69% в год. Диверсификация небольшая там. Тема кибербезопасности реально востребована в инвестиционном сообществе. Защита от киберугроз уже стала неотъемлемой частью цифрового развития общества. При этом запрос на подобную защиту со временем будет только нарастать. В этом тоже есть уверенность. Ну и пусть нарастает. А я пока куплю 200 паев. Соответственно, чтобы купить 200, здесь тоже нужно набрать всего лишь цифру 2. Нажал и купил 200 штук. Далее, перед следующей покупкой обращу ваше внимание на то, что я сделал отдельный плейлист вот с этими роликами. Сейчас вы видите несколько обложек обзорных роликов по фондам. Плейлист называется «Обзоры фондов». Смотрите, там много важного. А я продолжу покупать и приобрету фонд «ГИФТ». Ну вот, я его сразу открываю. Это фонд российских дивидендных акций. На экране обложка с его обзором. Можете посмотреть. Российские акции скорректировались уже довольно-таки заметно. Вижу смысл купить. Поэтому я покупаю здесь 5 штук. Количество 5 лотов набрал и купил. А на сегодня это все. Всем здоровья, большого профита. И да пребудет с вами сила сложного процента. Продолжение следует.